Смотри, у тебя узкие плечики, мы тебе плечики раскроем, мы тебе спинку сделаем, пропорции зададим. Удов***ов сейчас очень много. В последнее время начали подсаживать на фарму. Там рама такая стоит, 110 килограмм, понимаешь, там плечи с голову. Я протеин, вот этот вот ватсапью, вот этот вот протеин пью. И Симкин до меня докопался, у меня, говорит, пестрюн не стоит, блядь, что мне делать? А можно я полчасика еще позанимаюсь? Ты что, дурак, что ли? Как сейчас ведут себя в зале тренера, ну это же вообще полный трэш. А люди думают, что вообще это все на изи. И он мне писал, да что ты знаешь о работе в зале, тебя бы в зал по 6 тренировок в день, чтобы ты отрабатывал. Я хотел сказать, братец, мне в свое время 300 было отработок в месяц. 300! Здравствуйте, друзья, товарищи, подписчики канала Спортрус ТВ. Мы сегодня вместе с вами, и сегодня у нас лучший из лучших тренеров России, Российской Федерации, СНГ и всего мира, но лично, по моему мнению. Вот, только локально, локально твое мнение. Это Дмитрий, прошу любить и жаловать. Более известно как Папа Фед, ребятушки, я стараюсь только с Папа Федом. Ты понимаешь, что я придумал? Я понимаю, надо уже как-то это монетизировать, мне кажется, надо Мерш придумать, Папа Фед. У вас есть комьюнити целое, понимаешь? А давай мы, правда, Мерш замутим, давай мы футболки сделаем, Папа Фед. Ну, я вообще думал, крутые, крутые, крутые были футболки, прикинь, там, ты такой, короче, я, знаешь, это в мультяшном стиле, и ты такой дрыщ, короче, я над тобой такой толстяк стоит и кричит что-нибудь, и разные крылатые фразы на Турахе сделать. Как тебе идея Мерча? Заебись! Плюс в камеру. Кстати, это Спортрус ТВ, может, многие даже ребята и не знают, что такое... Я боюсь закачаться на Тураху. С учетом того, что ты грамотно так подпросрал свою аудиторию, поэтому многие даже на канале Симкин ПРО уже забыли, кто-то я такой. Все знают, все помни. Ребятушки, я друг, скорее даже уже Вики, наверное, мы с тобой знакомы сколько? Ну, много мы знакомы. Сколько, столько не живут, и как раз, сколько мы с тобой знакомы. Или 14-й, или 15-й год, а познакомились мы, мы спали... Блядь, Симкин. По факту, знаете, как мы познакомились? Мы с парой в одной практически кровати. Это был чемпионат России, Краснодар. Маленькая комната, где жило 5 мужиков. И эта скотина так храпел. Просто трэш какой-то. И Кочетков мне каждую ночь, найди, льва убивай. И я в Симкин накидался подушками, короче. А он настолько сильно храпит. Ну, это вообще невыносимо просто. Храпел. Хочу отметить, храпел. Ну, не знаю, я сейчас с тобой давно не спали мы, конечно. Не, ну, я просто делал уже операцию. Я уже не в том положении, чтобы с мужчинами спать. Короче, он очень сильно храпел. И вот в этой комнате, в этом комьюнити мужском мы познакомились. И Симкин до меня докопался. У меня, говорит, пестрюн не стоит, блядь, что мне делать? Ребят, проблема не ушла, имейте в виду. Да. Осталось все так же. И вот знаешь, насколько счастлив, что я больше не занимаюсь бодибилдингом. Даже не представляешь. Наконец-то в Натураху вот этот проект, то, что я вообще всю жизнь хотел заниматься. Я хотел для людей показывать, как нужно тренироваться. Вот вообще, чтобы они не допускали ошибок. Мне кажется, раньше это как-то было прикольно быть бодибилдером. Вот такой, понимаешь, все так было прикольно, не? А сейчас как-то это чуть-чуть не зашкварно. Я, честно, после даже не говорю, что я вообще когда-то и был. Да не знаю, мне кажется, сейчас просто люди понимают, какой ценой этого все достигается. Раньше это все-таки... Больше стали осведомлены, да? Да, да, да. Раньше люди, ну, для них немножко это магический вид спорта был, да? Там, ну, фармакология, вот это все. А сейчас-то все стало очень открыто. И за счет вот этой открытости, ну, люди немножко разочаровались в этом. Ну, то есть есть понимание, что это, чтобы такого добиться, надо очень сильно обкалываться. Да, то есть, ну, это факт. От этого типа не уйти. От этого не уйти. Генетика этого не закатит. Кто, да, кто будет там сейчас что-то говорить, там, про... Да, генетика важна и все такое, но в самом фармакологии решающий фактор здесь играет. Сейчас сразу зададут вопрос, а можно ли в Натураху добиться результата? Можно, можно. У меня вот Мэнс Визик выступал в натуральную полностью на чемпионате Крыма. И с 12 стал в 10-м. Смотри, а именно в категории бодибилдинга можно ли добиться в Натураху? Нет. Вот я тоже так считаю, что это невозможно. Без применения фармакологических препаратов с уровнем спортсменов, которые сейчас есть, это просто невозможно. Это вообще предупредятельно полное. Так не работает абсолютно. Да, вообще никак. Ну, то есть, нет. Как бы вообще нет. Ну, опять, видишь, это все с Америки же пошло. Они там все, мы в натуральную. Там рам такая стоит, 110 килограмм, понимаешь, там, плечи с голову. Я протеин. Вот этот вот, ватсапью, вот этот вот протеин пью, понимаешь? Вот. И оттуда наш сейчас так же стоит тяж. Какие анаболики? Где анаболики? Я не видел анаболиков никаких. Я протеин пью. Ну, получается, сейчас ты не занимаешься спортсменами или все-таки сейчас ведешь? Нет, у меня есть романтина команда, но... Ну, давай по процентовке. Сейчас кто больше бодибилдера, больше Мэнс Визик, больше бикини. От сезона зависит. От сезона. В этом сезоне у меня одни девки, девчонки были. Я тоже стараюсь сейчас минимально брать людей, которые именно выходят на сцену. Потому что люди, в первую очередь, которые просто добиваются результата, которые хотят выглядеть там 24 часа, 7 дней, неделю хорошо, они как-то даже более благодарны. Что хотел тебе сказать? У меня сейчас так получилось, 3 или 4, получается, клиента, да, которые обратились ко мне с проблемой зачатия ребенка. И я, получается, и девочке помогал, и мальчикам помогал. То есть у меня такая семейная пара были, это мои подопечные. И я им помогал в зачатии детей. И у всех, ну практически, без физического проникновения. Так вот, и у всех сейчас все сложилось. Вот от этого у меня была куда больше эйфорическая радость. Понимаешь? То есть когда мне скидывали Тезли на беременность, просто типа Дим, вот, то есть все сложилось. Вот это было просто бухало, понимаешь? Ну это жестко, это жестко. Это круто. А вот это, вот эти первые места, ну они уже были, понимаешь? Ну уже все это прошло. Да, все проходит. Когда, да, когда раньше, мы говорим, мы с тобой ездили вот эти, помнишь, ты выставлял спортсменов, я выставлял спортсменов. Как-то была другая атмосфера, было все дружно, все вот это. А вот, представляешь себе, вот сейчас возьмем и Олимпию выиграем. Ты думаешь, что не будет такого же удовольствия от этого? Ну, это, наверное, последний раз я когда радовался, когда вот у меня, да, спортсменов в Италии Олимпию выиграл, стал просто спортсменов. Понимаешь, может быть, когда, может быть, более высокий уровень, то тоже какой-то. Наверное, наверное. Это же тоже круто. Наверное. Я считаю, что вот, типа, вот чемпионат Москвы или чемпионат Московской области, правда, да, ну и хуй с ним. Получается, смотри, ты работал очень большое количество сейчас времени в зале. Вообще сколько ты, получается, в зале работал? 10 лет. 10 лет в зале. Почему сейчас принял решение работать онлайн-тренером? Наверное, ну, это следующий этап. То есть, ну, сначала ты должен в зале поработать. Ну, ты считаешь, что в зале обязательно нужно поработать? Обязательно, обязательно. обязательно то что сейчас происходит в мире онлайн а мне не нравится то что это идет агитация что можно работать тренером онлайн не не работа в зале сразу наработаешь клиентскую базу это бредятина полная ты не можешь никак работать онлайн пока ты не научишься чувствовать людей пока ты не поймешь проблемы актуальны в зале то есть поработать чем он туда приходят вообще да 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 по работа в зале ты понимаешь первостепенно какие ошибки он там допускает и зачастую когда ты общаешься тоже на опережение знаешь все эти проблемы которые у него возникают и чтобы эти проблемы решит их уже может сразу в план схемы технические моменты указать с которым чаще всего людей проблемы возникают там что-то убрать из упражнений то что на первых порах вообще про не нужно там условно говоря все там движения где нужно прогиб поясничного дела дела можно вообще убрать зачем люди пытаются и вот очень часто история дата в зале когда смотришь человек пришел только в зал и вот нам давать там три тренер тренер что неважно да там румынскую тягу там мертвую тягу давай делать там а тяга штанги поясу он даже стоять не у нее стабилизаторов у нее нету ничего еще чтобы осевую нагрузку это выдерживает она его мучает этим понимаешь и когда ты поработаешь зале ты понимаешь все эти проблемы то есть для тебя не очевидно я скажу больше естественно обучаться и даже в зале будешь ты можешь в зале работать постоянно этим делать есть у тебя нет компетенции ты там тоже ничего не сделать я про это и сказал вначале что работы в зале обучать ты должен обязательно обучаться повышать свою где обучаться вопросики вот сразу смотри мне каждый день 1 1 где обучаться первое с чего надо начинать это пойти либо колледжу ведра либо фапа это 22 базовых где какую-то основу да 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 два базовых выбирайте под себя что-то вейдер более практическая база фапа более теоретически ты считаешь за месяц можно этому обучиться хотя бы основы осмотра узнаешь чего-то а почему не взять просто книгу по физиологии по анатомии по биохимии и прочитать их единицы кто может самостоятельно читая анализировать я сам работал вейдером этим могу сказать я не знаю как фапа вейдера очень такой сжатый курс я думаю что тому тому кому надо тот научится потому что там дается в первую очередь скажем так мясо там много мяса скажем так знание которое именно вот непосредственно можно применить начальная точка движения вейдер фапа хорошие дальше как обучается выбирая нишу в котором хочет развиваться то есть условно говоря не все хотят например готовить сорнальных спортсменов пожалуйста то есть работы больше нарабатывать там дела результаты подопечных до после там до развивайся в это там я бы часть нутрициологии дополнительно до заканчиваю курсы и дик повышение квалификации к разным тренерам опять же есть сильные теоретики тот же самый например этот и к вина дима и к вину постоянно проводит обучение а опять же таки сейчас не помню называется ты там еще был диппел шкупом да называется на диппел вот да пожалуйста тоже там сильно очень оратора там ведь игорь гостю не раньше были там ты был там еще такие топовые топовые в принципе были лекторы и повышай квалификацию пожалуйста ну а как ты к этому относишься как ты считаешь что вот любой там вася пупкин как раз как ты сказал там или растопыркин обучившись в джону бейдера там допускай даже там прочитав несколько лекций по анатомии физиологии идет и онлайн школу делает свою и учит тренировок был бы спрос ну пускай обучающую носит и не до недалекому значит и пошел к нему но а люди то думают что это класс это круто вы как вычленить того кому нужно идти учиться у кого спросить кому податься обычно кто что-то знает ничего не понимает в медиа и зато часто приглашают в виде лекторов тех же самых я говорю то что значит все-таки какие-то больше школы даты и больше к школам просто вот игришь ну вот я бы никогда не пошел при всем уважении например да дэн гусев я бы никогда не пошел там то у нее были курсы там дэн дениса гусев мы никогда бы не пошел ну правда ну я посмотрел был youtube канал там да я не знаю оттуда что-то под как-то ознакомился с ним да посмотрел да 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 но вот они очень часто красиво говорят но я бы не пошел обучаться у него ну то есть это максимально потому что ты шагишь смотри вот я по поводу все инстаграм истории да хочу сказать наверное несколько вещей первое люди реально обленились и не хотят ни хрена делать вот мы все-таки с тобой росли да и воспитывались немножко в других традициях и нам всегда с тобой говорили родители там да и объясняли что без труда как бы но ничего не будет надо работать и ты все время в зале там отрабатывал много тренировок конечно у меня была отработка по 300 тренировок в месяц там я работал на разных работах короче говоря мы всегда с тобой были были в этом режиме а сейчас ребята в 20 лет уже да уже не хотят работать у меня был спортсмен которого я взялся обучать но помогать им повышать квалификацию кургали просто там курсов помогать им в тренерском чуть-чуть деятельности и первое что на что он обратил внимание первое что он сказал сколько ты зарабатываешь у меня спросил то есть у них первостепенно только мысль они зарос у меня тоже один вопрос в инстаграме сколько как можно заработать до заработать всегда только тренинг зарабатывать я конечно работать тренером я просто кайфовал а то что я в зале работаю я не знаю безумно это нравилось это сама атмосфера что я в зале я помогаю людям я к начал работать это было начаться можно вообще да 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 это был уж я помню я первый зал мытищик то приезжал когда я пришел на первую минуточки поезжал я как вспомнил подвал а что и дернул вот я когда первую смену пришел зал работать я помню я наш таким аккуратностью на ресепс скажу а можно и получать еще позанимаюсь для меня была наша работа тренером это нечто крутое то есть я к этому относился очень с такой нежностью с какой-то знаешь к этой работе стремитом да с трепетом мне так нравился просто эта атмосфера зала помогать людям общаться и как сейчас ведут себя в зале тренера но это же полный трэш они приходят исключительно блять за коммерцией исключительно собаку это тоже неплохо то есть ну деньги надо зарабатывать да но это как врач то есть первостепенно это помощь людям а вторично тоже заработок твой а сейчас первично заработок и вторично помощь людям поменялось поменялось местами все да вообще приоритета сместились и вот эта большая проблема как сам раз в молодых ребятах даже не обучение даже не низкая компетенция блин да хрен с ним можно как-то что-то там узнать наработать да но им не нужно это и нужно заработать понимаешь больше побыстрее да полегче ни хрена не делать еще почему-то все думают туда же что я там да вот там я ты онлайн-тренера что мы ни хрена не делаем сидим дома и нам только на карту переводят деньги они едят за кулиси сколько блин постоянно ты на связи благо мне просто с женой безумно повезло что 24 на 7 я на телефоне ни одного вопроса не возникает но реально 24 на 7 но в 3 часа ночи мне или спортсмены пишут вопросы реально в 3 часа ночи то что-то случается скажу больше а вот думаете составлять составление плана с кем-то не очень процесс это легко опять да вот эти разбор анализ составление план это настолько все время у вас занимает башка вот такая у концу сейчас у меня пик сезона вот сейчас да я тебе клянусь мне вот я еще не сплю уже наверно неделю нормально почему мне постоянно сниться что я анализы во сне разбираю я тебе клянусь я уже сейчас ну препараты начинаю принимать чтобы хотя бы поспать я не могу спать то сейчас очень много народу соревнования пик соревновательного сезона обычных много обращений по анализу потому что сейчас осень же начинается все на курс садиться и вот этот весь разбор и у меня в день по 10 по 12 разборов и ты пока за вечер это все разберешь реально тебя ты засыпаешь с цифрами и а анализом то есть соотношение л т к ст гормонально брань может ты работаешь а люди думали об этом что щита все на изи типа так и думают как не написал парень ваще ну хоть немножко перекрытый правда там видимо был да что-то знаешь о работе в зале когда я написал в историях там в инстаграме записывал что работа дистанционного тренера надо защиту куда сложнее даже чем работа в зале абсолютно согласен и он им стал да что ты знаешь а ты о работе в зале тебя бы в зал по шесть тренировок в день что-то отрабатывал я хотел сказать братец как мне все время 300 было отработок в месяц у меня 300 у меня было рекорд 258 я вот сейчас помню у меня 300 вот мой рекорд 300 отработать это это было соревновательный сезон когда готовился к соревнованиям параллельно утром кардио вечером кардио слава тренировка на 300 тренировок да по 7 человек параллель было да но как бы нас тоже когда работал на то что люди люди сами на подписывались они как бы им объяснять у дима там три человека он я ничего четвертым буду страшно да то же самое у меня мы все это проходили и мы можем сравнить и по факту не тешьте себя иллюзиями ребят что дистанционный тренер это на изи ты просто там в телефончике перед нет ты в телефоне 24 на 7 блин и решаешь все проблемы и зачастую у людей вопросы такие то есть в чем главное не проблема точнее а главная фишка датистанционного тренера должен знать практически все области тоже проблема людей могут возникнуть любой всех областей и ты должен уметь решить быстрый станционно да 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 дистанционно быстро подобрать путь к решению проблемы а если даже не знаешь пути решения для проблемы то узнать у команды сают им как у меня да есть врачи например в моей команде да то есть это эндокринологи и андрологи и урологи то есть какой-то критический вопрос возникает да я сразу набираю и решает этот вопрос у тебя и это должно быть наработано если хороший сон и тренируешь понимаешь а не так что ты реально отучился там на курсах не будем называть кого там да например да какого-нибудь по физика вот тренеры тренировать чемпионов отучился у него на онлайн-курсах и ты онлайн-тренер специалист и ты где деньги гребешь лопатой так не работает ребят абсолютно еще такое сталкиваюсь что может быть они думают что мы одинаковые планы всем скидываем что-то еще это же такая настолько творческая профессия что ты бываешь сидишь и просто думаешь нас как все компоненты сложить тренировочного процесса так чтобы человек занимался вот смотри из твоего контроля знаешь знаешь какая еще большая заблуждение людей все же как мне нужен индивидуальный план мне нужно там индивидуально и там еще что-то люди не понимают что ключевое за что они платят это как самый раз за индивидуальное решение всех проблем его повторяйте тренировочной программы конечно повторяются ну то есть когда мы возьмем отрели общего когда когда у тебя на видение не 10 человек не 20 даже не 30 и даже не 40 человек физически невозможно и в этом нет смысла каждому делать программу то есть есть какие-то универсальные более программу сон там силовые периодизации которые ты корректируешь под человека рост абсолютно с учетом травм там ведь на приоритетов то что это на наши цели да то что начинают этот маркетинг у меня под каждого да у нас у всех под каждый индивидуальный подход но он не отражается в тренировочной программе понимаешь упражнение не такой же большой конец да невозможно подобрать каждому индивидуальное упражнение ну давай будем честны подтягивания в гравитроне и тяга верхнего блока то одно и то же движение ну для организма так тоже по итогу понимаешь это то же самое что для организма все равно курица или рыба понимаешь что ему все равно что-то съел желудочно ферментирую все это дело абсолютно и ей все равно слышу что расщеплять то же самое для организма по факту по факту биомеханические движения их не так много то есть у которых разная биомеханики все остальное сделал исключительно того что психосоматически те проще было заниматься интересно в психосоматически делать одно тоже ну физически неинтересно дуром заниматься это первое второе чтобы изменить хотя бы немного работу рычагов то есть так иначе мы смещаем и проект смещая да разные геометрии корпуса смещаем чуть проекцию и от этого у нас задействовать стабилизаторы абсолютно с тобой другие стабилизаторы и чуть-чуть по другому полностре они его все остальное биомеханически не так много упражнений даже больше скажу важнее как выстроить именно понимание почему эти упражнения они другие почему блок там этот должен быть это почему такая методика увеличения интенсивности вот в этом уже компетенция нужна ну да вот мы с тобой были на прокат чоу и там подымался вопрос онлайн тренинг или тренер тренажерном зале вот ты вот какой считаешь все-таки лучше эффективнее какой-то смотря на каком этапе если только пришел в зал то конечно только оффлайн то есть только личный тренер который поставить технику даже ко мне когда обращается человек когда это в зале толком не был я говорите сделаю план тренировочный план дальше ты берешь тренера даешь им план в руки говоришь вот проведи мне по этому плану то есть самостоятельно невозможно технику на первых порах поставить онлайн но наверное можно геморрой будет а как вот этого трения найти в тренажерном зале кому пойти кому податься уже есть у тебя нет этой я к твоей тренинг технику не поставят ну тут уже надо общаться наверное общаться может быть какой-то может быть я вот не знаю я бы посмотрел бы наверное сначала как он работает с людьми на как ты посмотришь, что ты пришел в зал. Ты что, первое время как в Манегу просто ходил так смотрел на людей? Ну, так, я начал бы какой-то заниматься. Я бы старался заниматься по планированию и посмотрел бы тренироваться. Как ты творил? Ты пришел в зал. Ты даже не знаешь, вот тебе написано, например, разводка гантелей, угол 45 градусов. Ты на нее смотришь. Хочешь ты на жирный зал? Ты думаешь, какой нахрен 45 градусов? Ты хочешь, ну там видео можешь техники выполнения упражнений. Я, например, видео техники выполнения упражнений присылаю. Ну, вот если только так как-то попытаться. Но я говорю, если ты пришел в зал, то надо просто пообщаться с тренерами. Я не знаю, я вот свой бы туториал сейчас рассказал бы ребятам. Много сейчас и спрашивают просто, как выбрать тренера в тренажерном зале. Я бы сначала сам бы начал заниматься. И начал бы, вот я вот схожу в тренажерный зал. Я же вижу, как люди, тренера тренируются со своими подопечными. Ну, краем глаза. И я вижу, кто компетентен, а кто нет. Потому что я понимаю. Сейчас это будет грубо, но пиздоболов сейчас очень много. Они, как в самый раз, давят на вот эти точки. Знают. Да, братец. Мы тебе составим, под тебя план тренировочный. Смотри, у тебя узкие плечики. Мы тебе плечики раскроем. Мы тебе спинку сделаем. Пропорции зададим. У тебя та ли шоковатая. Мы спинкой это обыграем. У тебя живот будет вообще огонь. Понимаешь? Ну, ты уже поплыл и то. Поплыл, поплыл. Да, ты, твои ученики. Вот, портфолио. Вот я считаю, что вообще за тренера всегда говорит его портфолио. Ну, а в тренажерном зале его не делают. Не его награды, а награды его подопечных. Ну, то есть, не важно, не странательно, а вот просто элементарно до постно. У меня вот огромная, например, картотека, я ее постоянно обновляю, да, там, выставляю в инстаграме у меня. Постоянно обновляются до постно. Мои подопечных. Ну, это яркий показатель того, что люди чего-то добиваются. Понимаешь? Согласен. То есть, ну, первичный. Нет, вот онлайн-тренер, это, конечно же, есть, потому что он ведет онлайн. А почему оффлайн не должно быть этого? Я когда работал в мультичке, у меня была куда больше картотека этих подопечных, которые показывают до-после. Потому что я над ними стоял, и, ну, зачастую, это куда больше мотивировало, чем в онлайне, понимаешь? И ты думаешь, вот я сейчас пойду в тренажерный зал, спрошу, у тебя есть? Ну, конечно, покажи, покажи, с кем ты работал. Мне кажется, никто не предоставит. Ну, значит, такие тренеры у нас сейчас. Значит, получается, вот это, кстати, очень хороший пример. Ребята, это, кстати, хороший лайфхак. Давайте правда спрашивать, потому что человек, который ведет, он должен же оценивать результаты своей работы и подбирать его. И если тренер в тренажерном зале вообще это никак не контролирует, значит, он уже плохой. Ну, да. Это, кстати, вам тренера, кто-то работает в тренажерном зале. Ребята, а как вы оцениваете результат своих подопечных? И делаете ли вы засечки? Очень классно. Я считаю, что это очень прикольно. Тоже такой частый вопрос, который задают тренера, в последнее время, начали подсаживать на фарму. Вот у меня, ко мне очень большое количество людей попрощается. Вот ему фарма вообще не нужна. Вот вообще, от слова вообще. Вот смотри, давай так, вот про фарму, да, чуть более подробно. Что сейчас хорошо, что плохо? Первое, что сейчас плохо, это ушел инстинкт самосохранения. Сейчас такая пропаганда фармакологии сумасшедшая. И настолько это все пропагандируется, что это вообще абсолютно безвредно. И что, во-первых, это купить стало гораздо легче, чем раньше. Раньше, вспомни, времена там, когда мы там у тренеров за три дорога, как-то там, где-то там, непонятно что покупали. Это было, да, это было очень сложно и было очень дорого, более того. Я помню, первый мой тестостронный цепианат, 10 мл, обошелся в 6 тысяч рублей. Да ладно? 6 тысяч рублей я дал. Матерь жестко. Наебали. Наебали. Первый флакончик тренобалона, я копил на него чуть не полгода, мне отдали за 7500. Жесть. Да. А ты помнишь этих людей в лицо? Конечно. Вот. И... И... Более того, это было сложно достать, понимаешь? Сейчас все, что нужно, это Телеграм. И, ну, заказываешь, там, в течение трех-пяти дней тебе все-то курьером прям привезут, понимаешь? То есть все достало... И в попку чуть ли не поставили. Да, да, да. Вот это большая проблема. У людей пропал инстинкт самосохранения. Я считаю, что это хорошо, наоборот, что доступность стала. А мне кажется, это у этого большая проблема, потому что люди сейчас в 17 лет, 16 лет без проблем это все дело покупают. И раньше, вот я, например, перед тем, как поставить себе первый тест-сторон спинад, прочитал кучу литературы. Весь мозг вытрепал тренеру, которым я тогда вел. У него, причем он медик по образованию. О последствиях. Что, как. Я этого очень боялся, этого укола, первого укола. А сейчас у людей вообще нет страха вот этого укола, понимаешь? И это огромная проблема. И к этой проблеме подключается, как сам раз, то, о чем ты говоришь. Это пропаганда тренеров. У очень многих тренеров до-после, как сам раз, все фармакологические. То есть, посадили молодого пара на фармакологию, он им показал до-после. Не по КТ. Это сумасшедшая пропаганда, дебильная. По КТ делать не надо. Как можно оставлять организм после дикой стимуляции на самовосстановление? Есть уникальные люди, у меня тоже такие есть. У меня есть парень, выступал в Мэнс Физик с фармакологией, с достаточно сильными препаратами. Прошел месяц, у нее литнизирующие и флюкнизирующие были в аренды. Такое же есть, понимаешь? Но это уникальный случай, уникальный. Все остальное нет. Ну да, 10% из 100. Вот так скажем. Да, и вот в этом большая беда, как сам раз. То, что идет пропаганда, засаженные на фармакологию, не восстанавливают, но в портфолио есть фотографии, понимаешь? Он теперь молодец, он теперь смог до поста сделать. И еще вот эти курсы по 6 недель. Меня еще раздражает. Боксинг-курсы по 6 недель. Курсы по 6 недель без анализов, без аптеки сопровождения, потому что это все стоит денег, понимаешь? Да. Фармак стоит, кстати, дешево, а вот аптека стоит дорого. Вообще, как ко мне люди обращаются, Дим, распиши мне курс без анализов. Я говорю, как это возможно? Я говорю, я с бубном должен прыгать и угадывать, что у тебя в организме происходит. Бог с ним, кое-как там на 3 500 они анализы основные сдали. Причем это не фантастический денег-то стоит. Основные анализы в гемотезе стоят 4 тысячи рублей. Если у вас нет денег, не стоит садиться на фармал. Вообще, вообще абсолютно, это 100%. И более того, потом расписываешь им с аптекой, да? Они такие, типа, Дим, мне аптека выходит в месяц еще 3 тысячи. Я говорю, да. А два без этого? Понимаешь? То есть у людей нет инстинкта самосохранения. Они вообще ничего не боятся. А потом, знаешь, как вот этот пациент, который здоровый, потом как смотрит на свои анализы и говорит, о, я типа натурал. У него, блядь, эстрадиол в нуле, эстрадиол в нуле. И просто тестик, ну, знаете, просто снизился до нормальных значений. О, я типа натурал. Понимаешь? Ну, человек тренируется, там, хрененный результат, но он вообще не понимает, что у него в организме творится. А завтра у него просто сердечко останавливается. А почему умер он, интересно? А там мы смотрим, а потом гематокрит, блядь, под 60. Вот, кстати, вопрос к гематокриту очень актуальный. Всех запугали гематокритом? Да, да. Вот. Но по факту гематокрит не является информационным источником каким-то действиям. Абсолютно согласен. После гематокрита сдается куалограмма. И уже по ней делаются какие-то выводы. А сейчас все гематокриты насмотрятся и давай слив крови себе делать этот сумасшедший, который вообще не нужен абсолютно. Ну, в любом случае, да. Это локальная история. Да, там, на неделю... С этим показателем нужно следить, потому что вовлечение, любой анаболический эффект вызывает увеличение эритропорезы, увеличение краснокровых телец. Да. Как бы ты не хотел, он все равно у тебя увеличится. Конечно, конечно. Даже от большого количества белка в рацион не произойдет. Да, от тренировок физически. Да, да. Слушай, у меня было несколько людей. Я хочу на фармакологию. Сдаем анализы. Я все расписываю. Все, там, подбираем все. Сделал два укола. Не, я передумал. Да, да, да. Я говорю, как передумать? Да, 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 типа того. Я говорю, так не работает. Вообще постоянно какая хуйня. Я говорю, нельзя так делать. Я говорю, как... Причем это взрослый, это не двадцатилетний. Да, осознанные всяколетние мужики. Это дядечки по 40 лет. Я говорю, так не работает. Я говорю, так нельзя делать. Я говорю, ты чего? Я говорю, ну, зачем? Зачем ты начинал? От здесь, блядь. Да. Ну, я подумал, что не, не хочу. Давай что-то делать. У меня жена ругается, что я укол делаю. У меня таких, я не говорю, у меня несколько случаев было. У меня есть такое, что у меня жена ругается, я не буду больше колоться. Знаешь, какая еще большая проблема, ведь в чем? Общая пропаганда, вот это сейчас ГЗТ. А, ну это да. Это вот сейчас, вот со всех, со всех чайников. В Европе после 30 назначается ГЗТ. И я буду, значит, ставить. И люди путают курс и ГЗТ. Абсолютно вообще. И они не понимают, какие препараты подбираются. Они не понимают, какая поддержка. Дозировки. Дозировки. Какая поддержка при этом аптечная должна быть. Однозначно. Они на всем экономят опять. Но я себе буду делать, я себе по чуть-чуть буду делать. Они не понимают, что даже делая по чуть-чуть. Для тебя это будет чуть-чуть, а для меня это уже будет не чуть-чуть. Обязательно. Во-первых, подбирать синдрометную дозировку. Во-вторых, обязательно сопровождение, если ГЗТ, обязательно сопровождение ХГЧ идет. Обязательно сопровождение. В российской эндокринологии почему-то все эндокринологи молятся на кластебегид. У них везде чуть-чуть что, кламид. Давайте. Вот это магия, магия кламида. Хотя он не оказывает никакого влияния, к самому раз, на текстикулу яичек. Он просто стимулирует лютнизирующий гормон напрямую. Но никакого текстикулам яичек не отношения не имеет абсолютно. И вот эта магия кламида, я вообще не знаю, его, мне кажется, от всего, скоро от поноса. Выпей кламидчик, нормально, все будет. Абсолютно с тобой согласен. Вот это большая проблема. Сейчас ничего нового уже не снимают. Перед началом работы тренерства. Обязательный просмотр на турах. Да, он пересмотрел всю на тураху, чтобы понимать, на какие частые проблемы у людей возникают, какие вопросы задают, эти все мифы. Помнишь, мы развеемы? Да, да, да. Бля, Димон, как это круто, чтобы это сделали. Мы сравнивались как раз с MyProte недавно. Вот прям в недавно официальный бар. У них заниженные дозировки. 500 баксов за тренировку? Не много ли? Субтитры сделал DimaTorzok